МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Особое требование, которое прозвучало на последнем совещании, это все-таки в каждом районе должно быть создано несколько небольших инновационных проектов на 100-150 рабочих мест. Я думаю, что поручение президента будет выполнено безусловно. В то же время одними льготами эту проблему не решишь. Более того, порядка 80% всей территории Республики Беларусь имеют те или иные преференциальные льготы, поэтому, скорее всего, вопрос лишь выбора инновационных проектов, которые будут строиться на уровне государственных частных партнерств, потому что нагрузку тоже нельзя перекладывать только на бюджет. Есть альтернативные точки зрения, зачем нам развивать все регионы. И примеры приводятся и Армении, и Греция, где более 50% населения живет именно в столичных агломерациях. Но надо четко понимать, что Беларусь все-таки имеет свой культурный слой, и надо подходить к этой проблеме не только с точки зрения экономики или социальных проектов, а с точки зрения сохранения культурного наследия, как у нас говорят, именно наследие так называемой малой Родины. И мне кажется, интересен зарубежный опыт, как они, в общем-то, решают эту проблему. У них эта проблема называется депрессивной регионой. То есть рекомендация достаточно свежая. Это 2021-2023 год. Большое исследование проводила Торгово-промышленная палата Германии. Какие же они рекомендации советуют региональным властям? Во-первых, нельзя отдать на откуп стихии рынка этот очень важный вопрос. Второй, процесс весьма длительный и требует решения сложных по штабу социальных и экономических задач. И, наконец, третье, целенаправленные экономические политики государства необходимо решать на уровне частных инвестиций, но они следуют за государственной какой-то политикой. Не экономики, которая являлась разработкой вот этой программы развития регионов, они, более того, даже пошли более креативно, чем рекомендуют западные эксперты. В частности, они предложили формат так называемого бюджетного трансфера. Что он означает? Частный инвестор, который готов будет вложить инвестиции в развитие вот этих регионов, через какой-то промежуточный период, а этот период разбит на три этапа, государство будет частично возвращать ему таким образом затраты. Фактически, это механизм привлечения частного бизнеса, мотивации частного бизнеса решению, без всякого сомнения, этой государственной проблеме. Ну, как говорится, дело осталось за малым. Вот то, что изложено на бумаге, надо реализовать это по жизни. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова